МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Закон о внесении изменений и дополнения в 9 нормативных актов. Скажите, какие изменения и дополнения коснулись именно Департамент по защите прав потребителей? Практически все эти изменения в эти 9 нормативных правах и актов касаются нас в той или иной мере. Практически во всем касается. Потому что, смотрите, внесение изменений в три кодекса. Кодекс – это гражданский, во-первых. Потом кодекс о здоровье народа и системе здравоохранения, к которой мы имеем исторически определенные отношения, как служба, которая занимается обеспечением санитарно-эпидемиологического благополучия тоже. И кодекс об административных правонарушениях. В кодексе об административных правонарушениях очень важный момент в том, что раньше наша служба там определялась как уполномоченный орган, обеспечивающий санитарно-эпидемиологическое благополучие. Это пункт 22, кажется, статья 804. Теперь в эту статью 804 введен под пункт 64, в котором мы определяемся уже также дополнительно. Наш комитет по защите прав потребителей Министерства национальной экономики определяется в качестве уполномоченного органа по защите прав потребителей. То есть мы выступаем и как уполномоченный орган в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия, и в сфере защиты прав потребителей. То есть вот это усиление наших позиций, будем говорить, нашего ведомства, законодательства. То есть усиление компетентностных возможностей нашей службы. Хорошо. Вот в закон были внесены поправки и дополнения именно в закон о безопасности пищевых продуктов, правильно? Какие именно поправки были внесены? Вот в закон о безопасности пищевых продуктов, и в также закон о рекламе, и в закон о здоровье народа и системе здравоохранения включены в основном поправки, которые касаются биологически активных добавок пищи и пищевых добавок. То есть теперь, допустим, порядок рекламы биологически активных добавок будет определяться комитетом по защите прав потребителей. Мы ориентировочно рассчитываем, что где-то к началу июля, видимо, комитет уже опубликует и утвердит в установленном порядке эти правила. Правила рекламы уже будут определены. Постепенно будут определяться иные правила, допустим, которые касаются распространения, рекламы, реализации, получения, допустим, различного рода разрешений, лицензий на пищевые добавки, на биологически активные добавки, на материалы, которые контактируют с водой, которые контактируют с пищей. То есть, ну, это имеется в виду различные упаковочные материалы и так далее. То есть, в том числе материалы, которые являются красителем, отдельные химические материалы, которые могут быть применены, допустим, при производстве, при реализации пищевых продуктов, допустим, при их упаковке. То есть, вот есть такой целый порядок, который... Все это говорит о том, что государство усиливает внимание именно к обеспечению безопасности той пищевой продукции, которой пользуется большим количеством, массовым количеством пользуется население. То есть, вот именно, видите, ряд нескольких документов нормативно-правых актов, введены такие изменения. Но для меня, как человека, который занимается вопросами защиты прав потребителей, для меня интересны не только эти моменты, для меня интересны моменты, допустим, того, что усилены функции в плане межотраслевой координации нашего ведомства. То есть, допустим, раньше такого не было. Теперь, допустим, все государственные органы, так или иначе, в своей сфере, касающиеся вопросов потребителей, обеспечения, допустим, прав потребителей, реализации прав потребителей, оказания услуг потребителям, все эти государственные органы теперь, как минимум, два раза в год, то есть, к 1 марта и к 1 сентября, накануне этих сроков, будут предоставлять информацию о том, как они ведут работу с потребителями, как они ведут работу с обращениями потребителей. И в этом плане мы будем, наше ведомство будет эту информацию собирать и предоставлять эту информацию ежегодно, раз в полугодие и раз в год. К 1 мая наше ведомство обязано теперь по закону предоставлять общенациональную информацию о состоянии работы по защите прав потребителей в рамках государства. Мы в правительстве эту информацию предоставлять должны. То есть, наш комитет предоставлять будет. То есть, это говорит об усилении координирующей роли нашего ведомства в этом плане. Вот, кстати, в этом плане на днях, в начале следующего месяца намечается большое, значит, мероприятие в правительстве, где будут, куда будут приглашены представители всех ведомств, общественных организаций. И вот именно эти нововведения будут разъясняться представителям других государственных органов. То есть, наконец-то, та самая книга жалоб и предложений, которая должна быть во всех организациях, она заработает как обратная связь, можно сказать. То есть, наконец-то, она дойдет до... В принципе, видите, все эти изменения, они рассчитаны на что? Они рассчитаны на то, чтобы, с одной стороны, установить определенный баланс между потребителем и предпринимателем, который оказывает, производит работы, оказывает услуги, реализует товары для потребителя. С одной стороны, вся эта система, в случае нормальной, оптимальной работы, она должна привести к тому, что на рынке должно быть присутствие качественных товаров. Я бы сказал, даже более высококачественных товаров, которые мы сейчас потребляем. Не секрет же, вот, допустим, есть такие моменты, что не всегда... В принципе, очень много случаев, когда... Особенно мы сталкиваемся, судя по обращениям граждан, когда, ну, к потребителю относятся безалаберно, небрежно. Я бы сказал, не уважают его как человека и как гражданина. Понимаете, вот это обидно, это неприятно. Бывает, и нам, конечно, иногда приходится выслушивать обидные слова со стороны потребителя, потому что человек, который не смог добиться своих прав, допустим, в магазине, на рынке или в другой какой-то организации, где ему поставляли услуги, он приходит и, как говорится, всю желчь и всю досаду зарыгает на нас. Ну, и с таким-то приходится сталкиваться. Ну, что делать? Поэтому вот я надеюсь, что вот именно вот эти изменения, они изменят в лучшую сторону порядок вот саму постановку вопроса защиты прав потребителей. Марат Турсенбаевич, скажите, а это правда, что согласно новым поправкам и вот дополнениям, изменениям увеличился срок возврата продукции, которая не понравилась потребителю? Нет, первоначальный срок 14 дней, он остался. То есть в течение 14 дней с момента приобретения потребитель может вернуть некачественные товары или даже качественные товары, которые, допустим, не понравились, ему по размеру не подходят или по расцветке и так далее. То есть этот срок остался. В течение этих 14 дней срок обжалования тоже остался. То есть он может сперва определить письменную, устную претензию, потом письменную претензию и на течение 10 дней, если он не получит ответ на свою письменную претензию, то он вправе подать в суд. То есть непосредственно сам, либо через общественную организацию. То есть все это осталось. Но вот эти 30 дней, в течение которых ему эта обязанность для продавца или для, допустим, услугодателя или для производителя работ, она осталась. Тут очень существенные моменты, которые касаются, допустим, гарантийного срока. Гарантийный срок, понятие гарантийного срока или срока годности, он был и раньше в законе, но теперь он, здесь изменения есть. Изменения в каком плане? Допустим, там до двух лет, есть такой момент, до двух лет, допустим, вам оказали услуги и произвели какие-то работы. В течение двух лет вам, допустим, гарантийный срок на товар. А если, допустим, это недвиживое имущество, то есть вам построили какое-то сооружение, постройку сделали, там ремонт в доме, допустим, сделали, то там до пяти лет срок. Если в течение вот этого гарантийного, будем говорить, срока, двух лет и пять лет, допустим, это недвиживое имущество, вы выявили какие-то нарушения, то вот эти нарушения изгазовители, тот, который произвел эти работы, оказал услуги, он должен за свой счет вот это все отремонтировать, привести, так сказать, в качестве. Порядок, должный вид, да? Должный вид. То есть вот эти изменения есть. Потом, допустим, старая редакция закона определяла, что, допустим, в случае невыдачи потребителю документа, подтверждающего факт покупки или оказания услуг или производства работ по его заказу, в случае, допустим, если вот этот фискальный чек, допустим, или товарный чек ему не дали, или квитанцию, то он должен был сам доказать, то есть найти двух свидетелей, доказать, что вот факт покупки или оказания услуг имел место, понимаете? То сейчас закон допускает, расширяет вот этот диапазон, так сказать, доказательств. То есть он теперь может в этом плане применить, у каждого сейчас практически сотка есть, сотовый телефон, он может заснять это, сфотографировать с указанием времени, допустим, каким-то другим способом, то есть зафиксировать на фотографии, зафиксировать на видео, на видео и в качестве доказательства предъявить. Вот я такого-то числа приобрел у вас товар. Вот доказательства, понимаете? То есть, причем в этом же законе введено такое изменение, что оказатель, услугодатель или, допустим, продавец не вправе препятствовать ему вот таких, ну, применение таких средств для, как в качестве доказательственной базы. То есть в этом плане, то есть вот эта сфера, так сказать, доказательственная сфера для потребителя, она расширена. Потом, чем, допустим, меня радует изменение именно в Кодексе об административных правонарушениях, там введены такое понятие, новая статья введена, 715-1, то есть 715-1. Это совершенно новая статья, которая определяет наше ведомство в качестве уполномоченного органа по защите прав потребителей. Раньше в Кодексе об административных правонарушениях этого не было. И в соответствии с этим введена вот эта статья производства, значит, проведения мероприятий согласно статье 193-й, это то есть это применение штрафных санкций в отношении, значит, административных взысканий, будем говорить, в отношении тех предпринимателей или тех торговцев, которые ввели в заблуждение, то есть предоставили не в полной мере информацию о товаре, о его потребительских свойствах, не предоставили информацию даже об уполномоченном органе, должны теперь предоставлять, и даже разъяснять порядок претензий, предъявления претензий. То есть, если вы, допустим, вот продавец, вы продаете мне товар, я покупаю у вас товар, вы должны не только рассказать мне об этом товаре, не только вот в плане рекламы, вот сказать, это вот такой замечательный товар, у него какие-то потребительские свойства, у него какие-то возможности и так далее, но помимо этого, вы должны мне рассказать о том, что в случае, если вам товар этот вдруг разонравится на завтрашний день, или вы принесете домой, а вам не понравится он вашим домочадцам, или вашей супруге, или супругу, да, и он скажет, да убери ты ее, сдай обратно. В таком случае, если вы должны объяснить, какой порядок претензий, то есть, вот это то, что мы сейчас говорили, об этом письменное, устное сперва, потом письменное претензии, вот это продавец должен разъяснить. Понимаете? Что будет, если торговец, продавец, он не сделает этого? То есть, если продавец, услугодатель, вот эту достоверную, в полной мере, полнокровную информацию не даст, то потребитель вправе подать жалобу, заявление, соответствующий орган, то есть, к нам, в наше ведомство, в выполномоченный орган по защите прав потребителей. И в этом плане мы можем, наше ведомство уже наделено такими контрольно-надзорными функциями, в плане введения определенного взыскания. То есть, мы можем составить административный материал, привлечь к административной ответственности, этого нерадивого продавца, допустим, услугодателя. Там очень сильные санкции. Но изменения также коснулись и поставщиков коммунальных услуг, что немаловажно сейчас для населения. Да, там законы об электроэнергетике введены изменения. Там, видите, поставщики тепловой и электрической энергии бывают, это одна и та же организация, допустим, ТЭЦ. Потому что ТЭЦ вырабатывает и технологический пар, допустим, или, допустим, тепловую энергию, или горячую воду, и одновременно вырабатывает электричество. Поэтому оно заинтересовано в том, чтобы оба этих вида своей продукции продать. и раньше делали как? Допустим, ты потребитель оплатил за электричество, но не оплатил за тепло, допустим. Тебе берут и электричество тоже отрезают, понимаете? А теперь нет, именно вот это четко в законе прописано, что нельзя делать этого. То есть, если я оплатил за тепло, но не оплатил за электричество, то это не означает, что мне надо отрезать, отключать от сетей электроснабжения. Наоборот, то надо применять какие-то другие меры, ну, тоже предъявлять претензию, тоже, может быть, в суд подавать, но какими-то другими, более цивилизованными, более законом допущенными методами добиваться своего, но никаким образом не отключением и отрезанием. То есть, вот эти моменты тоже предусмотрены. то есть, все это делается опять-таки моменты, которые более благоприятны, будем говорить, для потребителей. То-то будет вообще разъяснять потребителям и разъяснять тем же поставщикам услуг, что произошла поправка, что вы можете в таком-то случае подать, допустим, в департамент по защите прав потребителей заявление или жалобу. И вот вы очень хороший пример сказали, когда продавец должен будет объяснить не только разрекламировать свой товар, но и порядок возврата в случае, если товар не понравится. Ведь это тоже нужно... Если он этого не будет делать, он может быть оштрафован. Да, это ведь немаловажно, ведь у нас очень много мелких предпринимателей, которые предоставляют свои услуги, но наверняка не знают о поправках. Вот какие работы будут проводиться и будут ли они вообще? Вообще мы планируем проведение мероприятий, значит, разъяснительных мероприятий. Наверняка, вероятно, до конца этого текущего календарного года будут разработаны мероприятия. Но вот начало мы уже задали, вот мы с вами сейчас беседуем на эту тему. Потом вот 25-27 мая ожидается приезд наших коллег из комитета по защите прав потребителей из Министерства национальной экономики. Они будут проводить встречи с гражданами, с потребителями. Вот 25-го ожидается встреча по плану в городе Шенкенте на базе Абайского и Альфа-Арабийского управления по защите прав потребителей. Потом 26-го в 10 часов в малом зале Акимата города Туркестана будет встреча с общественностью Туркестанского района. И такая же встреча будет 27 мая запланирована в 10 часов в малом зале районного Акимата это в Ленгере в Туркестанском районе. Прийти может каждый? Прийти может каждый в том числе мы сейчас туда пока пригласили представителей местных государственных органов общественной организации пригласили может могут прийти рядовые потребители и вот там будут наши коллеги из комитета по защите потребителей приедут будут проводить разъяснительную беседу на русском и на казахском языке разъяснять с привлечением местной прессы мы приглашаем ваш телеканал тоже осветить это мероприятие. Обязательно. Марат Русинбаевич. Ну если будет возможность ну мы посмотрим по возможностям наших коллег возможно будет организовано брифинг или пресс-конференция для представителей для средств массовой информации тоже в плане разъяснения изменений в законодательстве по защите прав потребителей.